Вот так сейчас выглядит обычная многоэтажка в городе Киеве в Оболонском районе. Когда мирные жители еще спали, в 5 часов утра сюда попал вражеский российский снаряд. Двое человек погибло, еще семь получило тяжелые ранения. Мы спали, проснулись от сильного взрыва, то есть полетели все окна в квартире. И у нас, допустим, в комнату ввалилась дверь. То есть она была прикрыта, и тут она просто в щен ее разорвала, и она валилась к нам в комнату. Что мы вскочили, и тут у меня, потому что мы в одном подъезде живем, у соседнего у меня дети. Они звонят и, как говорится, спрашивают, вы живы? Говорим, да. А вы живы? Все, все плачут, ребенок кричит у меня. Мы живем не в том подъезде, в который попал этот снаряд, или как его там назвать. Поэтому мы могли спокойно выйти, а люди, правильно этот мужчина показывает, что туда, куда попал снаряд, там заклинила дверь, и люди не могли выйти. Они кричали. Поэтому прибежали ребята из терробороны и выбивали эту дверь. Благодаря тому, что они быстро отреагировали, то есть люди вышли и не задохнулись в этом дыму, потому что начался сильный пожар. От квартиры Татьяны, на которую она вместе со всей семьей работала всю жизнь, ничего не осталось. Сейчас женщина и ее семья эвакуируются. Нам предложили помощь знакомые, родственники. То есть у нас, спасибо, откликнулись люди, то есть нас не бросили. А вот Игорь живет за два дома от этого. Говорит, рано утром его также разбудил мощный взрыв. Я был дома, где-то около пяти утра услышал мощный взрыв, и уже было понятно, что это не где-то далеко, не какое-то там ПВО, например. Мы ничего не поняли, потому что уже привыкли к взрывам. Сейчас мужчина задумывается над эвакуацией, но куда ехать не знает. А вот в доме Сергея выбиты окна. У нас волна прошла по торцу, выбила в общих балконах. А если бы вот так стоял бы наш дом, то выбила бы, конечно. Ну, у нас, слава богу, прямо напротив есть бомбоубежище, а вот бежать куда-то, ну, эвакуироваться ни денег, ни машины, ничего, куда я поеду. Сейчас на месте работают спасатели. Из этого дома было эвакуировано 70 жильцов. Анастасия Жука, Александр Шкот. Специально для марафона «Фридом». Слава Украине!